Я не показала еще два продукта, если я не покажу, я не усну, из моей бьюти-линейки. Итак, осталось только вот то, что меня действительно восхищает. Осталось показать тени и осталось показать... Ну, наверное, я пока на тенях закончу. Тени — это вообще моя такая тема, тоже очень больная, в хорошем смысле слова, когда ты ищешь идеальные тени. И вот я нашла. Девочки, смотрим. Тени. Дианочка, ты чего не спишь? Спи давай быстро. Кисточки. Так, где мои кисточки, зайчик? Целая пачка у меня была. Не, не эти. Ты можешь мне, пожалуйста, принести мои кисточки? Там у меня целая упаковка была. Ну, ладно, я найду, у меня тут другие. Итак, тени, смотрите. У меня тут неподходящие кисточки. Ну, ладно, я хотя бы это наберу. Значит, тени коричневые, от которых тоже очень-очень сложно найти правильный вариант теней. Поэтому я сразу покажу два оттенка. Одни из них вот такого цвета. Как этот цвет тоже называется? Я не знаю. Настолько удивительно красивые. И наносятся они... Сейчас у меня нет ни праймера, ничего, но просто вот я покажу, насколько они красиво ложатся даже неподходящей кисточкой. То есть они настолько крутой, правильной текстуры, что мне очень нравится также, когда... Ну, опять же, сейчас я создаю базовую коллекцию косметики, понятное дело, чтобы... Это та косметика, которая на каждый день. И потом уже я буду дополнять там остальными развлекательными цветами и текстурами. Вот. Но сейчас это просто база, чтобы вот у тебя, как говорится, была возможность прийти и в одном месте купить все самое необходимое. И вот смотрим, этот глаз без теней и этот глаз тенями. И такое ощущение, что просто опять же своя тень, что нет никаких теней, просто вот такая красивая глубина. Видите? Но именно этот цвет его очень сложно найти. Я не знаю, почему. Потому что он, казалось бы, такой и не зеленоватый, и не сероватый. Вот есть, да, другие цвета, но они то слишком серые, то слишком пигментированные, то кусками ложатся, то еще что-то. И вот я сегодня визжала и пищала, когда увидела именно то, что я хотела. Потому что, в принципе, вот запрос был, реквест был именно на такие тени. И коричневые. Смотрите тоже, как они, они довольно-таки пигментированные. Но смотрите, как они круто ложатся. То есть они очень... Не кусками, не перекрывая. Причем, я даже повторюсь, да, это не та кисточка, которой это нужно наносить, потому что кисточка должна быть другая. Но мне лень за ней идти. Ну, насколько легко, допустим, внешний угол можно растушевать, придав глубину вот этими коричневыми тенями. Сейчас я покажу. Очень-очень тоненькие, легкие, такие красивые. при этом яркие. Что, Зайка? Да, это Илья у тебя фундейшн. Где я тебя возьму? Вот данную теночку. А зачем тебе сейчас на ночь фундейшн? Я хочу посмотреть. Как выглядит. Вот этот? Нет, это твой. Это мой? Это мой. Вот этот? Да. Я просто отойду, покажу, чтобы не на ярком свете, на свету. Вот. То есть, когда нужно сделать прикольный такой мейк, уже классный, то как раз вот можно создать такими очень, по сути, я бы его назвала нюдовые. Вот в нюдовой палетке, палетке, палетке эти тени. Но насколько они вот и яркие, и при этом прозрачные одновременно. Я прям сегодня, когда вот нанесла, увидела, я думаю, всё, вот они прям. Понятно, что здесь, ну, я просто нанесла там за три секунды и неправильная кисточка, потому что эта кисточка, и эта плоская кисточка не для этих теней. Но даже при нанесении неправильной кисточкой, вы видите, как они красиво ложатся. Вот. Всё, я думаю, что время уже поздно. Пора спать, но спасибо за то, что вы были в эфире, посмотрели вместе со мной, попробовали косметику. У меня, конечно же, есть и ещё продукция, но она уже второстепенная, не такая важная. Но я хочу сказать, что для тех, кто будет ждать, для тех, кто доверяет, я работаю сейчас. Кстати, уже вот здесь я даже не получила ни одного пока ещё сэмпла. Я запросила сделать для бровей такое средство, чтобы, ну, вот невозможно было перейти на другое средство. Это, конечно же, гель для бровей, который делает брови невероятными. Вот. Пудра будет, пока сейчас её нет даже в сэмпле, вот. Но хочу сказать, что вот это всё, работа вот над всей этой продукцией у меня заняла около двух лет. Сейчас я уже получаю финальные результаты, потому что то, что я получала до этого, я говорю, я материлась, я просто кричала. Я говорила, ну, как это можно, зачем вы тратите моё время? Причём ты ждёшь сэмпл там три месяца, полгода, тебе присылают, а там такое «Г». Вот. И покажись. Мама, you're really, really white. This is your foundation shape. Это какой? Это ты какой нанесла? Это не foundation, baby? Это этот? Это foundation? Нет, baby. Анжелушка нанесла. Анжелушка нанесла этот, как его? Марио. Вот мой foundation, baby, вот, что я тебе покажу. Вот, что ты должна была наносить, волшебство-то, вот оно где. Мама, you're not this white. I see you're always crazy in the dark. No, Анжелина, no, I'm still using this as a primer, as a shade. No, but I mix it. I always mix it together. Like this and this, and I get my shade, what I need. Don't take an impaluma. А? This is how you did your makeup a few years ago. Какой-то мы будем пахать. Анжик, прикольно. Вот, так что это долгий процесс, если это создавать всё с нуля и создавать именно то, что хочешь ты, но он стоит того, чтобы в какой-то момент, а этот момент сейчас настал, ты видишь, что приходят сэмплы и один, и второй, и третий, именно то, как ты это представляла, и даже иногда на капельку лучше. Вот, поэтому я сегодня хотела поделиться только потому, что я наконец-то получила очень много чего. Зайка, это не тот цвет, котик. Не знаю. И так много это на капельку, да ты так много это на капельку наносишь. Не знаю. Ну, зай, ну, пожалуйста, ну зачем? Даже не использую его. Киса, ну, прошу тебя, ну не надо этого делать, зачем? Пусть мне нечего делать. Ну, что это такое? Вот, поэтому спасибо вам большое. Ну, это, конечно, Энджик, это отдельный вариант нанесения тут. Вот. И я буду очень рада, если вы попробуете мою продукцию, когда она появится. Появятся следующие румяна, потом карандаши, вот, потом у нас, ну, всё остальное потихонечку выходит. К Новому году мы делаем тоже красивую палетку, помните? Я показывала на бьюти-странице, может, кто-то видел мой эфир? Сейчас я вам покажу. Вот эти тени, которые я использовала как раз-таки в Кана на красную дорожку. Это сэмпл теней, которые сейчас будут к Новому году готовы. И смотрите, какие они красивые. И насколько красиво ложатся, насколько красивый безупречный пигмент. И ими невозможно испортить вообще макияж. То есть, да, я ещё не говорила о том, что я также беру во внимание, что моя продукция, она не для тех, кто умеет краситься и хорошо владеет техниками нанесения макияжа. Она как раз-таки для тех, кто вообще не умеет краситься. И ты наносишь и понимаешь, что испортить невозможно. Поэтому вот эти тени, это просто какой-то тоже улёт. Я его показывала на бьюти-странице, и я их делала на красную дорожку. И они не подвели, они выглядели очень красиво. И что самое интересное, когда я была на мероприятии Амфар, Шер выступала, и у неё был вот такой примерно как бы мейк вот в таких же тонах. Вот смотрите на эти тени. Девочки, что вы скажете, что вы думаете? Вот такой, который вот просто пальцем сверху нанесла, да, даже вот как бы на старые, на коричневые тени, которые были до этого. Смотрите, как смотрится красиво. То есть косметика, которой невозможно себя будет испортить. Мне так приятно. Это столько трудов, это столько внимания, столько... Не то что часов дней работы, это столько организации, это столько инвестиций из моего собственного кошелька. То есть это абсолютно делаю я за свои деньги. У меня нет инвесторов, потому что я хочу это делать так, как я это хочу, чтобы я никто не подгонял, чтобы я никто не говорил, надо быстрее, или надо туда, или надо сюда. Вот я делаю это шаг за шагом. Я даже себе сказала, если на это уйдёт 15 лет, чтобы создать один из самых крутых брендов, пусть на это уйдёт 15 лет. Чтобы это было... Действительно, за это не было стыдно, чтобы люди, когда брали продукцию, они писали мне такие комментарии, какие пишут сейчас даже по той помаде, что они больше не могут пользоваться другой помадой. И именно для этого я всё делаю, и для этого создаю, чтобы, девчонки, вы... У меня, знаете, какая идея была, когда я начинала создавать свой бренд? Я думаю, я хочу создать бренд. Вот ты приходишь в Сифору, и в Сифоре дофига брендов и дофига всяких продукций. Но ты заходишь, допустим, в Шанель, и думаешь, блин, тени не то, это не то. Потом одну продукцию видишь, о, классная. Потом идёшь в другую, думаешь, это не то, это не то. Одну найдёшь, о, классная. А я хотела создать такую, вот чтобы ты подошёл к моему стенду, попробовала это, про то, третье, пять, взятый, и думаешь, блин, это хочу, это хочу, это хочу, это хочу. Вот поэтому столько времени уходит на то, чтобы создать то, что я хочу, чтобы вы потом, придя, допустим, к стенду Боня Бьюти, девочки, чтобы вы попробовали, сказали, блин, я хочу всё. Вот, поэтому я работаю именно для этого. Я вас обнимаю, целую, спасибо вам большое. Смотри, ты когда встаёшь, тональной рукой трогаешь белое кресло. И что происходит с белым креслом? Оно становится тональной. Смотри, твой блажь, твой тут. Анжелищика, поэтому... Всё, я вас целую, обнимаю, спасибо вам. Давайте сердца вот так вот выпустим. Спасибо вам большое. Спасибо за то, что вы меня называете и красивой, и старой, и всякой разной. Я всё равно принимаю всё как комплимент, потому что вы даёте мне эмоции, вы даёте мне своё время, и я вам за это благодарна. Пошла смывать всё. А так, конечно, если посмотришь, но мне даже косметики типа нету. Всё, я вас обнимаю, целую. И до новых встреч. Спасибо за ваше время и за ваше внимание, самое главное. Целую.